привет как дела сегодня расскажу еще про три озера в лондоне где можно поплавать позагорать и покупаться летом эти три озера женское мужское и смешанное находятся в районе что с английского в переводе хамститская пустошь который находится на севере лондона между двумя деревнями хамстит и хай гейт попасть туда можно на метро и на оверграунде там находится лесопарковая зона и кстати там же находится парламент hill то есть такая местность откуда открывается вид на весь город это недалеко от района камдон камдон-таун если кто знает об этом я тоже когда-нибудь расскажу что это за район и чем он знаменит ну а также про хамститхис расскажу в следующий раз когда поеду обязательно туда заеду посмотрю поснимаю помимо такой вот обзорной площадки большую ценность для туристов представляет архитектурно-художественный музей кенвудхаус в нем я тоже была но мало что снимала у меня есть только несколько фотографий в общем маршрут я составляю что конкретно я буду снимать в следующий раз когда поеду в лондон к сожалению в этом году наверное уже не получится поехать в лондон но потому что август не получается 14 дней карантина я сидеть в лондоне не буду а виза у меня заканчивается 1 сентября визу на осень брать мне не интересно там очень мало чего происходит интересного и погода не очень в общем наверное в следующий не знаю весенний летний период попробую там побывать ну как сложится жизнь что там нас ждет с пандемией и так далее посмотрим поживем посмотрим и подумаем куда же нам съездить следующем году а в этом году мы кстати с мамой планируем поехать москву не знаю получится или нет но у нее в конце августа день рождения и мы все дни рождения празднуем какими-то поездками ну и так может быть еще куда-то за границу удастся смотаться если откроют нам какие-то пути маршруты у меня подружка в швеции живет тоже приглашать но сегодня не об этом куда я поеду и что я буду делать дальше сегодня расскажу про три озера точнее про одно миксованное смешанное озеро на котором я побывала два раза на мужском и на женском я не была но говорят это тоже самое только на одно пускают только мужчин на другой пускают только женщин а на миксованное там и мужчины и женщины так вот когда я узнала про эти три озера я поехала туда позагорать покупаться в один прекрасный жаркий солнечный летний денечек и узнала что вход туда стоит всего два фунта расположиться там практически негде то есть там буквально просто земля кладешь туда полотенчика и там где-то между другими пытаешься пристроиться очень мало места для того чтобы прийти и позагорать но зато очень много раздевалок переодевалок по-моему есть туалет и само в принципе озеро озеро шикарное во-первых оно прохладное во вторых оно глубокое и вот когда такой яркий солнечный знойный и жаркий день это просто я не знаю это это счастье побывать на таком озере и позагорать и покупаться единственное что это озеро когда поехали с мамой потом во второй раз это был тоже кстати ее день рождения озеро уже начало цвести и вот среди вот этой вот тины вот этого цветения не очень комфортно плавать но в принципе оно такое же прохладное и вот знаете такая легкая какая-то свежесть и приятная релаксация происходит вот именно в этом озере вот серпентин там все-таки как-то такой центр бизи-бизи такое никакого релакса нету только следи чтобы твои вещи не унесли и так далее в общем серпентин это отдых так на пару часов а вот на это озеро можно съездить и провести там практически целый день очень приятная такая тихая спокойная обстановка конечно дети плескаются кричат там визжат но в основном люди плавают в основном люди релаксируют и очень приятно там находиться к сожалению по самому хампститу я не гуляла про район мало что могу рассказать но знаю что там очень много живет английской элиты артисты актеры в общем из той серии из людей искусства помимо этого хампстит считается самым польским районом там живет очень много поляков англичане не любят поляков насколько я поняла но для меня это в принципе люди нашего менталитета мы с поляками всегда в принципе были дружны в англии уж не знаю как там в геополитической обстановке но в англии поляки все которые мне встречались добродушные говорят есть и плохие не знаю но не знаю чего не достали англичан но могу догадываться тем что это самое большое сообщество в великобритании если в великобритании живет по моему 66 миллионов человек то один миллион с хвостиком из них составляют поляки все остальные нации намного меньше там несколько тысяч но вот поляков конечно прибыло в великобританию очень много видимо поэтому особенно националистические такие англичане которые не в лондоне живут а вот в глубинке если они видят поляков они могут очень сильно ими быть недовольными но мы сегодня мы не будем про это мы сегодня про то что вот пляж такой есть ход один раз я даже не заплатила за вход там некуда платить то есть там иногда знаете ходит такой мужичок который собирает денежки дает тебе билетик но при входе так чтобы купить билет нету такого у меня вообще был студенческий я прошла по студенческому заплатил по моему 1 фунт 1 фунт это 80 рублей за пляж в центре практически города ну немножко севернее центра находится камдон таун это центр и парламент хилл это тоже центр вообще побывать вот в этой области достаточно интересно не знаю почему я туда не ездила вот как-то север и юг лондона я мало знаю была там только по каким-то делам ну и пару раз прогуливалась а вот запад и восток я изучила хорошо на востоке жил брат на западе жила я училась я и в центре и на западе поэтому эти районы западные я знаю очень хорошо восточные но в основном только стратфорд знаю ну и так еще док ландс в общем что знаю что видела что снимала что узнавала потихонечку постепенно рассказываю вам и освежаю в своей памяти для своего так скажем видео архива видео альбома моей жизни в лондоне пока на этом все не прощаюсь с вами до новых встреч